друзья всем привет сегодня разовый осмотр автомобиля но чем он интересен интересен тем что заказывает этот осмотр не покупатель а сам продавец человек приобрел его два года назад и вроде бы полностью уверен своей машине но хочет проверить действительно ли она в таком хорошем состоянии как он себе это представляет и что я скажу вам друзья ford focus 2 в таком состоянии я не встречал очень давно думаю вы давно не видели машины в таком состоянии особенно из тех которые показываем и потому что как правило все мы видим только хлам здесь же обратная ситуация сейчас мы с вами поедем туда на место осмотра и поглядим что это за ford focus и как он выглядит хорошего вам просмотра погнали когда вы покупали его случайно нашли или через знакомых история такая поехал первый день искать сам в лесу следующий день короче взял с собой профессионально профессионального перепродавца так давайте на улицу его он запускается сам несевший пускается мотор они не были а так сверху тряпкой протерли а жидкость поменяли поменяли жидкость шина темная было поменяли стойки передней с опорами поменяли сальник один привода пыльник привода ну и соответственно масло в коробку новое залили даже масло поменяли коробки ну я просто полное то сделали я попросил человека колодки по мне тоже но у меня все есть там записано нет ремень смотрите какая история я говорю что давайте посмотрим грм вскроете они вскрыли ночью звонит говорит слушай там как из магазина ремень будешь менять но 80 тысяч пробег и я говорю ну я не знаю надо это делать но вообще не стал делать потому что там комплект к тоже фордовский стал стоить что-то каких-то там денег но приличных вообще короче не стал делать ну я не думал что такое еще могу встретить своей жизни честно да почему же ну потому что по состоянию то лучше пошли давай выкачь на что я видел под капотом музыка sony климат и клея салона и получается только подушка в руле так и сзади весла и сзади весла до 75000 пробег я думаю что он честно скорее всего и я так думаю что человек ездил летом потому что зимы не было господа коммерсанты не успели на на вытащить они даже чехлы не сняли а салон был в чехлах на чехлы сзади лежат я и но я сначала посмотрел конечно что там потом также отдел ребенок маме и рейлинги оригинальные немецкий багажник там даже меня где-то в гараже валяется коробка откройте пожалуйста капотик еще раз мы как будто переместились такой в 2008 год когда они были как новые а сколько вы хотите за него пока не знаю там приеду не общий день рождения было поэтому мы все сдвинули на ровно на неделю и потом я обещал там тоже одному товарищу когда увидел этот первый раз форт он тоже будешь продавать скажи мне его тоже нет они появятся сейчас в сентябре ну как все плохие участники по максимуму нет но если машина достойная можно и поверху продавать почему нет смотри нигде даже коррозии нет понимаешь вот эти места у них уже совсем беда да так а он питерский изначально получается да и на все с собой есть птс и стрессы он нигде не был кроме питера даже в кировской области человек никуда не выезжал 16 года 22 07 19 70 тысяч книжка сервис на есть а сейчас у вас сколько пробег 80 тысяч это там сколько-то километров вы уже сделали того после вот этого ну я делал в прошлом году по моему короче масло прошло 5 с половиной тысяч по идее как бы по километражу не надо по времени погоду да надо да до феврале надо было поменять по моему масло я человеку звонил как бы он отслеживает это все все лежит в гараже все даже лежит вот этот усилитель снимали бампер ставили фаркоп то есть фаркоп стоит чтобы фаркоп на знают да надо я присутствовал при этом он же рон и налил от души вилле два баллона а когда разобрали все вот эти места да как бы я просто помогал никого не было на день бампер того крашен да я это увидел еще в паркинге что бампер другого цвета немножко так ну что здесь все прям прям настолько хорошо что ж что ж неприятно вот эти больные места фардовские также грязь набивается изнутри и все это дело сгнивает смотрите гнить начинает изнутри сейчас ничего нет но вот это место вот собирается песок с солью с грязью и изнутри начинает гнить если у вас ford focus и с крыльями все в порядке то эти места лучше промывать а еще лучше замазать каким-нибудь салом пушечным и вообще не будет проблем также вот эти места половине машин они уже замазаны шпаклевкой и по сути там труха вот здесь то же самое там собирается просто грязь пороге идеальный тема сколько мы с тобой фокусов пересмотрели за все время не не с честь хороший хороший не хороший он просто офигенный я такой фокус продавать бы не стал ты видишь вообще даже глухого места нет то же самое задними арками вот в этих местах они гниют из-за того что здесь у нас собирается грязь всех мы так посмотрим потом приборчиком пробьем обязательно проверяйте если найдете шпаклевку в форде вот в этих местах фокусе это все слеплено то есть убрана гниль внутри вообще просто все все болтики на месте ничего нигде не крутилась ничего нигде не снималась а морды поменены грамотно все с мазочкой пробрызгана телек родной ордовский то же самое с этой стороны один в один так же происходит здесь в этом кармашке получается собирается грязь вот она сюда залетает налипает и гниет и вот здесь снизу полностью весь столб новый стоит да что новый ну весь столб получается аморт пружина все все вместе меняли я сказал чтобы сделали не нужно увидеть это или делали кает насколько мы отсюда видим также никакой коррозии обязательно изнутри заглянули посмотрели по крайней мере увидите насколько печально в таком состоянии я думаю не грозит найти машину никому так как это редкость реально их не видел наверно с года с десятого чтобы не так выглядели вот туда вот понимаешь набивается также грязь и гниет крыло снизу возле порога пленочки антигравийные на месте пленочки заводские вырезаны такие вот полукруги у них есть именно как ford и клеил вот бампер да бромпер красили немножко сама апельсиновая корка на нем присутствует бампер это ерунда если вы говорите снимали там было все в полном порядке значит ну ткнулись может быть так же здесь мы зайдем сюда никакой гнили ничего парки даже по самой кромке нет жуков не из дверей не на уголке нигде герметик даже не начал шелушиться можно вытащу да вот то что чехлы стояли конечно это они могут все что угодно спрятать как говорится что у нас здесь листья паутина все на месте нужно вытащить колесико все-таки вот эта штука у них часто мокрая и под ней все гниет поэтому не ленитесь когда смотрите автомобиля это вытащить и просто посмотреть она действительно мокрый вот это бывает мокрая очень часто нет 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 сейчас все в порядке слава богу и от нее начинает гниться мокрый то причем очень сильно удивлен артем ну что я скажу вам прекрасен здесь на пропылесосить и просто новый автомобиль все собираю назад реально наверно с десятого года я не видел в таком состоянии именно вторые фокусы они где-то есть конечно но просто они не попадаются вы таскали что-то фаркопом ставили но я хотел был план такой брать прицеп в аренду весной заводить вещи на дачу а потом увозить осенью но к сожалению не сбылось знаете эти истории про фаркоп растянутый лонжерон то что лонжерон растягивает максим всех пугает специально говорит не растягивать лонжерон да не всех просто есть некоторые люди кто такое говорит я встречал дважды один раз на раму они просто вот так да да в длину машина длиннее становится при чем одного человека мы спросили а как у себя представляете прицеп же на колесах ну это что не блок тащишь типа до к стене привязался и тащишь он этот мойся он резко трогался с прицепом так ну что у нас здесь нигде ничего не снималась абсолютно все герметики родные все точки сварные родные багажник не крутился он прекрасен вообще нигде ничего даже здесь никакой коррозии нигде нет чудо просто ты знаешь я думал все таки будет какой-то подвох вот они все точки идут здесь у нас все хорошо по правой задней арки понимаешь даже еще нет начала жуков вот здесь есть какой-то небольшой пескоструй это должны налипла с дороги да да я в такой фокус не продавал антигравийная наклейка заводская немножко фигуристая лишь вот эти вот полукруглые выемки проемы идеальны но видно что садились все-таки назад лазили немножко потерли параллеровка да не то что поможет но будет лучше значит сам лак потерся все болты заводские двери от кузова не отнимались с правой передней дверью то же самое так с этой стороны у нас аналогично посмотри даже вот все эти отверстия технические крепежные даже вокруг них нет ни одного жучка тему за колесом нет ни одного жучка ты вспомните фокусы где просто порогов нет уже усилителей порога внутренних порогов арок ничего нет ну что сказать он на 5 из 5 вот если так взять а если взять машину которой 2005 год который 17 лет он на 6 из 5 ты согласен игорек ну давай прибором пробегись вдруг вдруг глаза меня обманывают так остекление у нас 5 5 лобовик пятый все 5 до задняя форточка задняя левая передняя открыта но сейчас закроем тоже посмотрим даже нагаров пробки нет он пробочки видишь там дату а вот другая вот она тема 5 год здесь стрелочка у нас показывает на пятый год здесь стрелочка показывает у нас на 6 месяц 5 года что у нас внутри внутри у нас просто новый были не жалко вам продавать вот слушайте ну а куда мне что мне с ним делать он простоял с октября месяца я все равно не буду эксплуатировать потому что и так ну ну да и закупили у нашего машина и обрастать вот этим всем чтобы не превратился в такую мозгу а потом я говорю что я когда посмотрел уже до внимательно на него я понимаю что для но первая машина человек она все равно будет со всех сторон от рихтова не более у девочки будет жалко дара лучше кому-то продать нормальному человеку который там салтае за вольво собирался и да 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 ну вот пускай лучше возьмет и нормально катается ну лет пять как минимум точно вы нам знаете что вы нам скажите цену если у вас не купят может быть у нас есть человек не то что может быть у нас наверняка есть человек кому она нужна причем тут я не говорю о том что давайте за 300 тысяч нет то есть адеквата тысяч как кино скану с двумя трупами в багажнике заберут я же говорю это не надо за такие деньги это не с одним как бы им это с двумя так руль просто новый реально новый если снять вот этот чехол мне хотелось бы его отсюда снять сейчас одену назад мой господи кто такой ставит это вы так покупали с чехлом да я же сказал своем начале что супруга когда только купили машину она она купила там оплес все я понял это одеваю назад поэтому не это это можно все снять я просто забыл плетка там с чехлами вместе лежит можно и 300 проехать потом эту резинку снять новое будет ну наверно да вот поставь сюда сейчас на приборку 20 пробега никто не видит разницы смотрите по поводу пробега как бы если вот так разобраться мы не сможем не подтвердить не опровергнуть этот пробег возможно вот ездил супер аккуратный человек например до вас но это как теория супер аккуратный человек вот с таким чехлом на кулисе с чехлом на руле с чехлами на сиденье может там еще на педали какие-то чехлы есть я не знаю мог проехать например 200 аккуратно сделать 80 все это поснимать ну что 80 80 к сожалению у этих машин нигде в блоках не записывается тут только визуально мы можем догадываться пробеге то есть такой похож или не похож здесь очень похож но если реально его вот так упаковать я знаю просто некоторых людей из такси кто сразу на новую машину оплетку на руль оплетку туда под под задницу еще какую-то штуку то есть повсюду все это попрятать а потом смотрите там когда забирали снизу смотрели там все детали ford помо кону никакой не поедет там фордовские запчасти покупать я с вами на салют рейтс каким-то косы на признак я же про это говорю но вот смотрите а если если бы с него скрутили бы например 50 ну согласитесь незаметно было бы так мы уже обсуждали до 20 знаешь и никто не заметит разницы сто процентов подстрекать я не подстрекая просто я просто говорю что если сюда 20000 нарисовать да не вам пробьется уже с пробега нет только если базы вот этот удивительный человек который который я хотел бы увидеть как он заказывал его заказывал как он сохранил как сохранил другой вопрос до продан 23 27 а сервис к езды ему хорошую полировочку даже бордюрки нет на дисках да зачем какая мы полировочка зачем им полировочка ну вот эти риску убрать чтобы он прям сиял как вообще новый нет бродюрка небольшая есть такая не будет потом вопрос вот я тоже играть полировщика просил там не кот залез он там царапину оставил я в рядовой убери это тоже когда запрыгивал да он говорит здесь будет пятно тогда начнется же как когда приходит а блять капот от полировал значит крашеный паста здесь полировал тоже крашеный ну вот эти вот все я просто пригласил потому что вот этих отсечь всех поверьте если чашечник сам тебя придумает ему понравится он купит несмотря на пасту не пасту он увидит что . вот такая carline carline такого дилера уже давно нет да это я знал зам директора по направлению воли то есть она по сути только у дилера до 2009 года делала то 23 тысяч километров это было последнее потом уже какой-то ринг мото но это кто-то уже сторонняя организация от ручки от руки я списывал то что я делал масло колодки передний пыльник шруса правый правый внутренний сальник коробки масло коробки дает это я уже писал для себя ну сервис к нам ничего не скажет вот такая сервис к нам устали то есть вот этот промежуток даже если взять с 2009 года где было 23 понимаешь потом также можно было доездить до 120 вернуть на 70 ну я к слову я вы понимаете мы всегда ищем какой-то подвох монет никуда не денешься верить никому уж вы мне поверьте слушать а что с амортизаторами было почему и пришлось поменять потому что съездил на дачу ты ну что услышал такой стучок и вот тут до правый амортизатор отпотел и поменял как бы все вместе сразу поменяли два то есть в принципе он не вытек он просто был запотевание потел на серьезный подход уже вообще нигде даже ни одной запотевание нет нигде где сухая грязь стакан и потыкал на всякий случай еще не придраться понимаешь именно к фокусу давайте запустим послушаем его посмотрели 116 сил прикольно это еще и топовый 16 да да это нормальный мотор как вы не который там нет они нормальные тот и этот и если взять вообще по надежности по простоте тот будет более простой я понимаю и более неприхотливый этот бензин и более капризный хотя с пробегом 80 они ни один не капризный будут ну он просто шепчет никакого стука нет звона нет ничего нет подключай комплекс этих пожарных сейчас подключи даже туманочки разные стоят вот смотри еще то что крыло не снималась не красилась грузовик не отнимался лишь как они заржавели крепления ты их уже просто так даже не снимешь половина обломается ну и можно конечно было бы заглянуть туда но я не хочу если никто никогда не лазил не хочу даже эти трогать пластиковые винты пистоны можно поправить на климат ключи все посмотри личная проблема фокусов даже намека нет начинает обычно выбивать x и самом начале хотя по-разному бывать середину чисто выедает здесь все в порядке я и номер мотор уже сверил тоже читается все хорошо да идеально а у вас генералка два года как выписано уже да но она сама не могла ехать ребенок маленький поэтому я сделал сразу же генералку себе с этом году помню ну вот как как купили сразу же поехал ставить на учет вот он вы думаете что перекупчик ну так если генералка так знаете на я могу могу хозяйку привести просто так мы даже не против перекупщиков если честно почему мы должны быть против перекупщиков если вы бы были перекупщик продавали такую машину я бы сказал что это просто супер перекупщик что он смог ее найти и теперь продает он ругается только на разряд аккумулятора на лампочки поворота указатели можно вот так можем сделать пятый год седьмой месяц да у него есть у него ошибка связи ремешок просто новый потеря связи по коншине разряд как она аккумулятор слишком низкий и два ворот затягивается вот эта штука при дтп самим временем ничего не происходит ответная часть пряжка собирается в гармошку туда как обычно до 31 августа 8 до 5 года ой да до 5 тыс 1 августа 5 года и сам пера патрон вот он 30 08 2005 также на улице сегодня у нас жара климат работает но это мы поняли уже пока ехали вот они трубочки прям спрели все холодные холодные можешь лоб приложить если перегрелся были ну давай честно тем хочешь такую машину и я хочу и я хочу не знаю зачем но хочу и к сожалению даже автомобиль с маленьким пробегом который долго стоял у него могут быть проблемы например задними саленблоками задней подвеской вообще у фокуса это беда задняя подвеска здесь пробег маленький очень надеемся что все хорошо резинки уплотнительные не порваны не замяты не задраны нигде ничего такого нет я даже снимать их не буду чтобы не повредить ничего сиденье поднял монетку нашелся крючок от чехлов вот да я собирала кстати мешок кидал так под сиденьями ну в меру грязно вот как за 17 лет может насыпаться чего-то так и есть я вообще думал что эти почистят когда они не поднимают водительской двери также уплотнитель вот немножко здесь он потерт совсем чуть-чуть ни снизу нигде никаких лохматости мы не видим вот здесь немножко сюда попадает возможно ремень либо когда выходит задевают его боком слушайте так и такое чувство что его полировали вот здесь какая-то белая паста но это может быть хозяин полировал который до вас отдавал да потому что прагматика точно они не успели просто ничего не делали с этой машины же помыть не ногами гаранты пропекал все да да и проем не по низу тоже да да порог обязательно нет я имею дуне дверей конечно низ и на самое важное так слышим вентиляторы сработали с охлаждением все нормально сколы на капоте минимальные ну можно сказать на 80000 фары также нет пескоструйные туманки немножко пескоструйные больше бампер тоже минимально в сколах лобовик практически не затерт видно конечно следы эксплуатации над лобовым стеклом ни одного жучка ни одного скола по стойкам аналогично крылья не от пескоструйные то же самое с левой стороны нигде ничего ну зеркала здесь черный в этой комплектации по низу никакого пескоструя большого мы не видим нигде пленочка тоже белеет от пескоструя от времени все что видим только бампер другого цвета это что он был крашен пробег 80000 можно ли сказать на сто процентов что он такой я скажу на 99 все равно я оставлю один процент на всякий случай так вообще ну действительно очень хорошая машина сейчас поедем поднимем на подъемник посмотрим что снизу до конди она отлично работает также весь ряд кнопок пустой не подогрева не стабилизации в нем нет я надо по уму мыть если зимой плотировать как следует снимать же делать антикорный антикор потому что здесь антикор заводской по-моему да и утром намажу ну вот эта труба вместо усилителя да вместо усилителя квадратная труба фаркопа фаркоп дело такое конечно если в жопу прилетят там можно складывать задние крылья лонжерон уже приходится удар да да я видела дастер дастер дизельный не сильный удар за фаркоп загнула ему воткнула в бампер и крылья прямо отошли от дверей не к чему придраться до редкий случай согласен редкий случай особенно второй фокус такой увидеть защиты как новая еще но она не стальная она нержавеет заводской антикор трубки все только гресят дороги задние саленблоки смотри пятый год пятый год фомуко а здесь то же самое да фомуко а дату единственная за рычага не вижу нормально нормально амортизаторы меняли все как новые даже кулаки еще краски не пожелтели но боюсь тему что не влезешь там смотрю коробку крышка передние коробки лишь коробка крышка передняя сухая привод сухой гофры гофры обе две целые да конечно тут видно понюшу сварка заводская все сухо вообще там чуть-чуть такой нет да я бы к этому даже придираться не стал андон сухой привод сальник привод этот менялся ну из этого я мне кажется даже больше масла пролили да это больше шанс чем это передняя крышка потеет все саленблоки все в порядке есть следы что она ходила но я бы не придирался от слова но все-таки ходила да но все-таки 80 пробежал так здесь еще все открутится ты понимаешь да ну я бы все равно покрутил потому что налет то есть такой на болтах развальных но в целом подрамник которому туда же а эти скал на задние саленблоки передних рычагов они свои того можно пускать да друзья ведь это действительно редкое состояние именно для ford focus 2 которому 17 лет но вы напишите обязательно в комментариях как вы считаете похож он на этот пробег или нет в хорошем состоянии или нет и самое главное как вы считаете сколько может стоить такой ford focus 2 ведь подобных автомобилей новых уже сейчас не продается ford focus это замечательный автомобиль качественный и хороший внутри отделка все супер на тот момент он мне нравился очень сильно пишите в комментариях как вы считаете если еще не подписаны на наш канал обязательно подпишитесь также подпишитесь в vk в telegram в дзен в общем везде ссылочки будут внизу друзья с вас лайк и комментарий всем вам удачи и всем пока ну что ерек посмотрел ford focus 2 в хорошем состоянии забудь больше не посмотришь удачи и все Продолжение следует...